Всем привет, с вами Полиморфик. Давайте в этом ролике рассмотрим последний ежемесячный отчет по Star Citizen. Пробежимся по всем основным функциям, над которыми в данный момент работают циги. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит, ставит лайки, комментирует и поддерживает канал, а также огромное спасибо подписчикам на Boosty. Я там выкладываю музыку со своих стримов. В июне были реализованы функции искусственного интеллекта для улучшения поведения групп НПС, особенно в боевых сценариях. Цель состояла в том, чтобы создать более последовательный боевой опыт, введя объект, который представляет группу и делится информацией о восприятии целей в нужный момент. Это позволяет разработчикам настраивать боевые ситуации в соответствии с требованиями миссии, определяя, какие НПС будут вовлечены в бой, когда он начнется. Кроме того, эта система допускает обманные поведения в ситуациях, когда ожидается общение между членами группы, например, по радио, не давая НПС выполнить полную первую реакцию, когда они уже будут знать о бое. Реализация этой системы является первой итерацией, и команда разработчиков будет тестировать и балансировать ее, чтобы убедиться, что она представляет собой реалистичную, но понятную задачу. Без этой системы, поведение, восприятие и вступление в бой были бы более бессистемными и менее эффективными в широком диапазоне уровней и сценариев миссий. Это улучшение поведения искусственного интеллекта сделает бои более стратегическими за счет улучшения координации и коммуникации между НПС, что сделает эти боевые столкновения более динамичными и сложными. В июне в группе, работающей с искусственным интеллектом, была создана еще одна новая команда. Она будет разрабатывать инструменты для игрового интеллекта. Также нужно сосредоточиться на оценке и улучшении инструментов и реализовать некоторые функции непосредственно в самом движке. В июне команда A.A.Tech провела несколько оптимизаций для системы Vision, которая используется НПС. Эта оптимизация направлена на улучшение времени реакции и частоты кадров, когда на одном сервере находится несколько игроков. Также они изучают лучшие способы синхронизации данных ИИ между сервером и клиентом в рамках подготовки к сервермешингу, что обеспечит более плавными переходами и перемещениями НПС с одного сервера на другой. Кораблям НПС была добавлена функциональность к пушкам точечной обороны, позволяя им отслеживать и стрелять ракетами. Кроме того, были сделаны улучшения для НПС, следующих за лидерами в строю, путем использования регулятора для сопоставления скорости лидера и корректировки крена в зависимости от ориентации лидера и корабля. Также команды начали работу над унификацией функционала и исправление ошибок в инструментах для улучшения игрового процесса за счет повышения реалистичности НПС, улучшение их времени реакции и частоты кадров, а также обеспечение для НПС более плавных переходов между серверами. Команда аниматоров продолжила устранять баги у копионов, а также анимировать ресурсы и создавать новые анимации для многочисленных существ. А также были завершены несколько существ для патча 4.0. Также сильно продвинулась работа над реализацией функции «Надень и сними» и она уже близка к своему завершению. Эти анимации скоро будут интегрированы в игру и значительно повысит реалистичность взаимодействия с предметами и обеспечит более увлекательный игровой опыт. Сейчас мы когда снимаем и надеваем одежду или броню или шлем, у нас это появляется в руках или на полу в виде коробок. В скором времени все это должно начать отображаться реалистично. Шлемы при снятии должны прикрепляться к нашему бедру, сопровождаясь нужной анимацией, а одежду мы должны снимать как вещь из ткани. И также при снятии она должна выглядеть не как коробка, а как реальная вещь или элемент одежды. Также были проделаны улучшения для кастомизатора персонажа, включая успешную интеграцию новых голов. Это улучшение предоставит игрокам больше разнообразия и возможно настройки, а значит можно будет создавать более персонализированных персонажей. Также команда, занимающаяся волосами, приступила к работе над новыми бородами и прическами. Также команды продвинулись с тремя специальными доспехами, и команда по дизайну персонажей завершила обновление утилитарной брони. В прошлом месяце команда, занимающаяся кораблями, продвинулась в создании RSI Polaris, приблизившись к завершению интерьера для обзора Greybox. Экстерьер корабля движется к финалу, с завершением отображения пролакса окклюзии и освещения. RSI ZF Smart 2 также приближается к финальному обзору контента, а также велась работа над семью еще не анонсированными транспортными средствами, четыре из которых приближаются к стадии Whitebox, а два из которых приближаются к стадии Greybox, а также один из них почти уже закончен. Слово Malstrom переводится как «водоворот». Так циги назвали систему разрушаемости, которую нам продемонстрировали на предыдущем Ситозенконе. И недавний поток разработки Malstrom представил несколько новых функций и улучшений в игре. Теперь Malstrom использует новый иммунифицированный формат сетки при уничтожении крупных транспортных средств с поддержкой контейнера объектов. Это позволяет создать более реалистичные и подробные последовательности уничтожения. Также команда разработчиков представила инструменты, которые позволяют связывать игровые события с последствиями разрушений. В них входят такие действия, как разрушения, поломки и изменения целостности. И все это позволяет создавать сложные последовательности разрушений в игре. Внедрение унифицированного формата сетки приносит многочисленные улучшения в конвейер вулкана с дополнительными функциями, необходимыми для разрушаемости в Malstrom. Началась реализация рефакторинга транзита, которая включала несколько задач. Во-первых, это настройка базовых компонентов и классов сущностей для пунктов назначения, шлюзов и периферийных устройств шлюза. Кроме того, был создан новый визуализатор транспортной сети для помощи в начальной настройке и информировании о дизайне каждой транспортной сети. Инженеры транзита также продолжили поддержку предстоящего патча 3.24. В области радаров и сканирования команда достигла прогресса по нескольким направлениям. Они завершили работу для того, чтобы можно было использовать пинг в режиме FPS с определенных мест, например, таких как транспортные средства, у которых нет собственного радара. Также было решено несколько проблем, связанных с использованием радара в режиме FPS, то есть от первого лица, внутри транспортного средства для обнаружения объектов снаружи. Также команда продолжила работу над эффектом подсветки, вызванной пингом в режиме FPS от первого лица. Теперь она будет способна применять различные цвета для разных факторов, например, таких как враждебность. Также к элементам подсветки были добавлены и другие элементы, включая затухания, таймауты, окклюзии, заполнения и контуры. Команда также представила структуру для системы, которая позволит маркировать радары и сканеры конкретных производителей и показывать информацию, связанную с их ролью. Например, медицинские сканеры могут видеть информацию о здоровье, а полицейские сканеры смогут обнаружить контрабанду. Также было внесено улучшение в систему радаров, что позволило увеличить скорость сканирования при сохранении производительности. И, наконец, для радаров и сканирования была реализована новая механика под названием дельта-сигнатуры. Эта механика заставляет транспортные средства излучать сигнатуры при выполнении определенных действий, например, таких как активация пинга, активация квантового ускорения и смены мастер-режимов. Игроки будут получать уведомления, когда дельта-сигнатура будет обнаружена. Разработчики продолжают работу над вулканом. В прошлом месяце ему добавили больше стабильности, а также проработали над производительностью и использованием памяти. И теперь вулкан, по словам разработчиков, стал ближе к тому, чтобы быть Star Citizen рендером по умолчанию. Команда также связалась с AMD, Nvidia и Intel для диагностики и устранения различных проблем с драйверами. Команда по глобальному освещению работала в различных областях. Например, они улучшили разрешение кэша сияния, улучшили стабильность и оптимизировали различные области с помощью FidelityFX. Они также обеспечили поддержку грубой зеркальности, улучшили обработку сложности движения и глубины кэша для света в экранном пространстве и обновили каскадную сетку света, чтобы обеспечить больше диапазон глобального освещения. Были добавлены объемы обработки цвета газового облака, чтобы художники могли изменять внешний вид больших газовых облаков по мере того, как игроки пересекают их. Команда также сделала первый проход по подключению требуемых эффектов для прыжковых точек вместе с новым шейдером для туннеля и индивидуальным решением освещения и затенения внутри кораблей. Также продолжилась поддержка пожароопасности, что включало добавление направленности к обобщенному эффекту шейдера горения, а также грязи для сущностей, что позволяет локализировать горение, например, с одной стороны двери. Визуальное улучшение также были добавленных существам, например, возможность создавать декали из частиц ГПУ. Генерация ландшафта на ГПУ была реализована в качестве отправной точки для планов команды по созданию полностью виртуализированного ландшафта, генерируемого на ГПУ, который будет использоваться в планетек пятой версии. Наконец разрабатывается и добавляется к планетам эффективный механизм запросов. Он будет использоваться новым инструментом локации рассеивания, который поможет заселить планеты для Star Citizen 1.0. Команда по освещению сосредоточилась над патчем 4.0, работали над задачами по новому архетипу кислотных пещер, также модулем станции ВПАЕРА и расположением авонпостов. В настоящее время они настраивают атмосферы для всех планет и лун ВПАЕРА для того, чтобы придать каждой из них уникальный облик и атмосферу. Также продолжаются работы над созданием активов для новых биомов, которые появятся на новых планетах в будущем. А этот ролик создан при поддержке города Венден. Присоединяйся к сообществу города и наслаждайся игрой в компании хороших друзей. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там выкладываю свежую информацию. Ссылка на него находится в описании под видео. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!